20 мая ровно три года назад состоялось торжественное открытие аллеи литераторов. И вот уже став доброй традицией, ежегодно здесь проходит церемония награждения победителей премии Ильхом. В этом году общее количество творческих работ, которое было рассмотрено в комитетном журе, составило 105 работ. Лауреатами премии ежегодно становятся представители молодежи, владеющие глубокими знаниями в области литературы, ведущие исследования по творчеству выдающихся культурных деятелей нашей страны, в том числе занимающиеся переводами их произведений. Великий литературный праздник, день вручения премии Ильхом, это премия, которая стимулирует те произведения, которые значимы для нашего края, для нашей страны, которые имеют возможность выхода на международный уровень. Но дело не только в премиях, а в том, что сегодня, мы видим, потянулась огромная масса людей, мероприятия, связанных с литературой. Они посетили памятник наших лучших авторов. Они присовокуплены сегодня ко всей нашей литературной и культурной жизни. Из этих молодых, которые пришли сейчас, будут новые авторы, будут новые литературные достижения. На отборочном этапе кандидаты должны были ответить на 50 тестовых вопросов, которые посвящены произведениям, жизни и творчеству литературных деятелей отечественной литературы. Работы, прошедшие все отборочные этапы, оценивали в течение месяца по критериям социальной значимости, раскрытия темы, специфики и художественной ценности. Благодаря уделяемому вниманию руководителя страны нам, представителям молодежи, и созданию вот таких аллей литераторов, нам дают мотивацию работать над собой и повышать нашу любовь к литературе. Я очень рад, что принял участие в конкурсе Ильхом, и моя работа достойно отмечена. Организация таких мероприятий служит повышению культуры нашей молодежи, изучению национальных ценностей. Третье место и денежный приз в размере 15 миллионов суммов получил Асадбек Рузиев, студент Международного университета сельского хозяйства. Второе место и 30 миллионов суммов получил Джавахир Бафоев, студент Академии внутренних дел. И абсолютным победителем стал Акбар Атабаев, преподаватель Ургенческого государственного университета, получивший главный приз – автомобиль «Спарк». И еще шесть отличившихся конкурсантов получили поощрительные призы от спонсоров конкурса.